На самом деле, если разобраться с этим вопросом, пусть это будет центр 1991 или мы будем говорить о другом экосистемном объекте, когда есть программы развития стартапов, то есть то, что называется венчурной студией, акселерационной, инкубационной программой, это дает возможность проверить свои идеи, сделать более жизнеспособными эти проекты и, соответственно, сразу же тестировать это на рынке, где ты находишься. Поэтому это явный признак того, каким образом это влияет на развитие и что это дает большой буст, толчок для развития и отдельных проектов, и экосистем. Это, конечно, раз. Второй фактор, который однозначно я хочу отметить, это то, что комьюнити, сообщество, которое строится вокруг этого даже физического пространства, это тоже важный фактор для развития экосистемы. Сегодня в своем докладе утром я говорила о том, что мы про ценности не только материальные, а еще про взаимодействие друг с другом. И часто можно не уметь самостоятельно развивать свой стартап, не иметь предпринимательского способности, умения, но при этом быть полезным знаниями, своими скиллами для других. И именно в такой синергии в этом сообществе их можно находить. Ну и третий фактор, это, конечно, беспрецедентный, можно сказать, вообще фактор, поскольку ранее в регионе не было ничего подобного. То есть были попытки отдельных инициатив, которые больше были нацелены на образовательный сектор, конкретно IT, с точки зрения программирования, но не было чего-то такого, что могло бы собрать эти пазлики в единую картинку. И в этом помогает как раз центр стартапов 1991. Продолжение следует...